ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Московские власти продолжают активно качать тему понижения на территории всей страны нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Инициатива якобы касается только населенных пунктов. Отрицательное мнение по данному вопросу накануне прозвучало в Совете Федерации. Один из сенаторов, представитель Единой России, назвал идею избыточной, попыткой залезть поглубже в карманы граждан. Второй потребовал предоставить расчеты, насколько снижение порога уменьшит смертность в ДТП. ТРАССА 101 Еще одно откровенное заявление сделала Генеральная прокуратура. По ее данным, в некоторых субъектах дорожные камеры, цитирую, используются не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями. Кое-где комплексы фото-видеофиксации установлены вне мест концентрации ДТП, да еще и установлены неправильно, что приводит к ошибочным штрафам. В связи с этим Генпрокуратура хочет упростить порядок обжалования таких взысканий. ТРАССА 101 В прошлом году в нашей стране почти на треть подскочил спрос на автомобильные запчасти. Как объясняют эксперты, это напрямую связано с ростом популярности поддержанных авто. Одни ремонтируют свою ласточку перед продажей, чтобы выгоднее ее толкнуть, а другие приступают к ремонту после покупки бэушной машины. В перечень наиболее востребованных комплектующих попали стекла, детали системы охлаждения, электрооборудование и кузовные элементы. ТРАССА 101 Кия планирует продавать в России еще одну модель – седан представительского класса К9. Это перелицованный К900, цены на который сейчас начинаются с отметки почти 4,5 миллиона рублей. Новинка обзавелась иными решеткой радиатора и передней оптикой, а задние фонари разделились светящейся полосой, проходящей по крышке багажника. У автомобиля будет только один вариант мотора – шестицилиндровый, бензиновый, мощностью 249 л.с. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат, привод полный. Стоимость К9 будет объявлена ближе к старту продаж. ТРАССА 101 Более 70 лет без аварийного нахождения за рулем, а вам слабо. Беда, правда, в том, что наряду с таким жирным плюсом есть и не менее внушительный минус. Прав у водителя никогда не было. Речь идет о 84-летнем жителе одного из небольших английских городков. Дедушку никогда не останавливали, а тут вот остановили. И понеслось. Водительского удостоверения нет, страховки нет. Ну, хоть новенький мини-купер принадлежит ему. О том, какое наказание понес престарелый драйвер, умалчивается. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101